Привет, зритель! Сегодня у нас четверг, ты это уйдешь завтра. Я сначала думала поесть гранулу, а потом подумала, что можно, наверное, хлопушку. У меня там молочко козье, я вчера наконец-то им разжевать. Хлопушки можно купить на Вайтберрис, Арктикулзбот, Инфобоксер. Ну, где-то от 100 до 130 рублей. Я как-то так прособиралась, хотя стало довольно рано. У меня будет цикорий. Сироп цикория я сегодня решила не использовать, потому что хочу купить цикорий вот с этими конфетами. Может быть, не особо полезно, но вкусно. Это конфеты из Новосибирска от поспящицы Ани. Я постараюсь сегодня сделать обзор посылки и монтаж, в смысле, обзора посылки. И ты, соответственно, их побольше хлопушков плавишь. Увидишь ее даже до того, как выйдет этот завтрак. Правда, там осталось куски носа, но я думаю, может быть, эти хлопушки потом смешаю с другим пакетиком. У меня там еще есть хлопья лайт, вот эти с тропическими фруктами, с фруктами тропические, а есть еще с яблочком. У меня там молочко согрелось, а в микроволновке сейчас я его достану. Цикорий можно купить иногда по скидке на Вайтберрис за 100, а иногда и за 145. Ну, последний раз у меня подался на Вайтберрис именно по этой цене. Молоко я покупаю 100 рублей за 1,5 литра в пластиковой бутылке. Молоко козье от домашних козочек. Тут у меня, в этот раз даже ничего не пролилось. Ну, просто до этого как-то полила этого молока целую чашку, поняла, что это довольно жидкое. Я взяла 2 трети сейчас чашки. Потом вылью это молочко в цикорию. Тут кукурузные хлопья, овсяные хлопья. Кукурузные хлопья именно вот такие, как привычные хлопья. Кому-то может понравиться, кому-то нет. Но мне вот нравится, когда кукурузные хлопья совсем размокли, практически как кашка. А вот близкий родственник я угощала подобными хлопьями тетей своей. Ей не понравилось, потому что хлопья размокли, типа совсем как каша. А мне наоборот нравится, когда вот такое все, вот прям каша-каша. Тут кусочки банана есть, семечки подсолнечника и ананас в сушеных цикатах, а также еще и едию. Вот такая густенькая такая кашка. Если кого-то волнует, что это у меня за чашка, то это из гарнитура. Не знаю, как он не гарнитур может называться. Короче, был набор такой посуды. Там супница такая была большая, глиняная тарелки суповые. Потом просто плоские тарелки, тарелки типа блюдечек, молочник, еще что-то. И вот мы с сестрой разделились с младшей пополам. Это дедушка в свое время тарели на заводе механического. Он уже не существует, этот завод, механка. Ну, а часть я забрала себе. Часть ей, часть себе. И пошел как раз именно суповой такой набор. Вот так, шесть тарелок глубоких, такая вот супница. А мне вот эта штучка. Ну, она мне нравилась, я еще на механке у нее ела. Возможно, это просто какой-то соусник. Вот и тут вот есть как бы можно выливать через него, ну и ручечка, соответственно. Но мне удобно ее держать вот и кушать невкусно. Ммм, очень вкусненько. Не зря побольше положила. Просто мой прошлый завтрак, как-то, видать, я голодала. Несколько дней подряд получила так, что засыпала намного раньше, чем ужин. Что-то вообще как-то так вот. Сонно было. Погода такая еще. Мне сказали, что у тебя, наверное, давление низкое. Но оно уже лет 20 живет само по себе. Ну, бананчик хрустит, но он как бы не размяг настолько, что будет совсем как каша быть. Но он не жесткий. Как обычно, сухой, такие чипсы банановые. Вот прошлый завтрак, если ты, наверное, видел его. У меня были и блинчики, которыми меня угостили. Ну, что там эти блинчики, как конфетка размером. И кашку я эту, эти овсяные хлопья, заливала кефирчиком козе со жмыхом от различных семян. И сегодня я решила просто побольше кашки добавить. Место сладкого можно съесть много. А пользу от него, допустим, от конфет, не особо много. А вот кашки можно побольше съесть, тогда поменьше съешь сладкого. У меня в этот раз еще случилась позио сметанка. Я вчера пришла, когда уже, так получилось, что я шла уже домой с молоком. Мне позвонила бабушка и попросила к ней сходить. Ну, я придумала, ты ко мне зайдешь на обед в другой район. Я пошла к ней потом. Когда вечером уже, ну, не то, что вечером, днем пришла домой. Я же так подумала, у меня же есть варенье. Я, ну, в общем, яблоко и черноплодкое дело, как вот пюре. И у меня есть сметанка, козья. И когда-то давно еще в журнале Маруси я обнаружила такой рецепт. Вкусно! Сметанка с вареньем. И действительно вкусно. Положила себе на блюдечко. Немножко сметанки, немножко этого варенья. Перемешала. Обалденно все. Перемыла. У меня жидкость осталась в смысле вода. Так как он шиншенем, то немного горький за счет этого. Поэтому я приноровилась добавлять одну ложку черную на чашку. У меня уже практически заканчивается. Тут, ну, где-то может, одна черпить осталось. Ох! Чайник полный, полный, полный. Конечно, лучше холодным молоком разбавлять. У меня, кстати, есть в чашке молоко. Я просто... Так как оно в полтора литровых бутылках пластиковых, а еще у меня там была одна двухлитровая в этот раз. В холодильник у меня как-то оно не встало. Поэтому я просто прийла в чашку. Вбела в холодильник. Ну, бутылку унесла на балкон. Там сейчас холодно. Хоть он не зацепленный. Но вместо холодильника зимы самое то. Капелька. Ну, тут еще молоко осталось, а теплое. Угу. Мне еще понравилось этот цикорий просто с молоком делать. Очень вкусно выходит. Ну, кто-то тут сидит не умертым. Может, надо было гранулы сделать, потому что она более сутная мне, как такая-то. Ну. Давай, Стамер, уйди. Тут вообще-то еда, а ты входишь. Я бы еще кашки поела. Ну, с другой стороны, может, у тебя пока я просто покушусь еще. Я еще собираюсь сегодня супчик сварить. У меня там куриный бульон случился. На куриной грудке. Ну, в смысле, бульон от куриной грудки. Супчик как раз от нового продукта. От любя нового. Его тоже можно будет найти потом на вайдерсе. Ну, отдельное видео будет. Также с аптеклом в инфобоксе. Хочу записать, как я его собираюсь варить, ну, и потом поесть, соответственно, с вами. Я, кажется, сидела на телефоне. Ну, не то, чтобы сидела, но рядом лежала. У меня еще есть домашний маршмеллоу. Можно, допустим, сюда положить. Я его делала на инвертном сиропе, на желатине, соответственно. И как краситель использовала порошок синего чая. Вот эти конфетки специально для они. Я так поняла, что они не нравятся. Это центр державы конфеты шоколадная фабрика Новосибирска. Они с вафрикой. Мне просто нравятся и конфеты с вафрикой, и вафельки в шоколаде, и тортики вафельные. Все конфеты вкусные, но вот мне пока приоритеты идут по поеданию вот эти вот держава. С этим пропорцией, если побольше налить молока с этим цикорием, то горе в чрезвычайне не очень сильно ощущается. Ну, а если вот просто на воде делать, ну и, соответственно, больше, чем 1 чайная ложка, добавлять 2 или 3, то горе чувствуется, и хочется добавить сиропчика. Что-то у меня там кошка хулигает. Кошка-бальмошка пытается, пыталась отодрять обои. Наверху над шкафчиком. Вторая конфетка пошла. Есть еще отдельное видео, как я там пробую эти конфетки. А-а-а, и. И. У меня от ноги Кабачком Помимо тех, что у меня есть Мы подкинули еду Я вчера кушала вкусный рассудник И бабушка сказала, что она туда добавила еще Кабачок натерт Мы вот так что-то не едем Тут хоть в еду добавили в суп Вот тоже думаю, какой-нибудь суп потереть кабачок Ну что, у меня только на окне их Не считая вот этот маленький Его уже надо вот Порезать да пожарить Два слона таких полосатых Один в форме груши Еще такой неполный кабачок Еще кабачок на табуретке У меня даже есть еще немного перцев И помидор в нашем саде Вот если в кашу положила чуть поменьше То, наверное, целопало бы Побольше конфет Ох 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 Подержи канал Подержи Подержи Лёльку Я как раз вот вчера Только думала, что мне уже ничего не надо За канал У меня все есть Выяснилось все-таки Конкретно, окончательно Что Нужен другой внешний диск на 2 терабайта Ну и я заказала за 7000 на озон Хошь не хошь, а пришлось Так что, если ты вдруг меня решишь поддержать Это будет очень к тему Ну и пока Ну и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok